Ильдар Равилевич Абитов Мне нравятся счастливые женщины. Мне нравятся женщины, которые умеют получать удовольствие от жизни, которые помнят о себе, как о людях, что у них есть свои желания, которые способны заниматься собой. Не обязательно это украшательство какое-то, скорее даже наоборот. Но это мое такое, это личное мое. Я могу об этом сказать, но не обязательно это публиковать. Меня несколько отталкивает, когда женщины чрезмерно используют возможности современной косметической индустрии. То есть там, не знаю, ресницы, огромные ногти. Я ничего против не имею. Но меня это скорее отталкивает. Это так останавливает меня. Поэтому скорее, наверное, важно, чтобы она была естественной. В том смысле, что, конечно, замечательно. Какой-то макияж наносить, любить себя, как-то это проявлять. Эту любовь к себе, интерес к своей персоне. Но чтобы это было сообразно возрасту, ее внутреннему состоянию, как ей самой хочется. Прекрасно выглядят женщины без макияжа, когда они не хотят его наносить. Иногда можно увидеть фото. Она даже подписывает, что я или очень торопилась, или не хотела сегодня наносить макияж, куда-то отправилась. Прекрасно. Важно, что внутри. Важно, насколько счастлива в своей жизни. Женщина, которая не наносит макияж или наносит его умеренно, но при этом счастлива, светится изнутри и чем-то интересным занята. Любит себя. Интересно, я думаю, многим мужчинам. Она привлекательна. При том, что самая привлекательная женщина, конечно, для меня – это моя жена. Важно сотрудничество. Женщина, мужчина. Здесь для меня границы половые стираются. Очень важно, чтобы человек умел сотрудничать и хотел этого. Я вообще такой командный игрок. И поэтому я и с друзьями, наверное, и в отношении, с семьей, и почти с любыми людьми, и с партнерами в работе, я придерживаюсь такой идеи команды. То есть я всегда так прицеливаюсь. Этот человек способен играть в команде или нет? Вот первый вопрос. Второй уже будет ли он в моей команде, со мной в одной команде или нет? Если да, если способен, то тогда мы можем налаживать какие-то варианты отношений, уже в зависимости от того, о ком мы говорим. Если нет, будь то прекрасная женщина, очень красивая, но совершенно она не хочет быть в команде, она посвящает себя только себе или как мотылек летает в жизни. Навряд ли это мне будет интересно, мне лично. Я бы не взялся за то, чтобы какие-то критерии выносить. Скорее, эти критерии, они очень субъективны, и они изменчивы. Не знаю. Но, наверное, и со временем меняются. Наверное, и со временем. Потому что, ну, например, если раньше это был один спектр явлений возможных, ну, сексуальная связь или романтическая связь, или чувства, которые испытывают мужчины к женщине, ну, три варианта только привел, на самом деле, наверное, больше могло быть, то в последнее время это еще и связь, ну, например, в сети интернета. Или виртуальная связь. Да, виртуальный секс. Это измена или нет? Я не знаю, да. Это еще один вариант. Возможный. Возможные измены. Думаю, что здесь партнеры сами определяют, что для них измена, а что не измена. Вот. И, значит, на что они готовы, ну, что они готовы перенести, перетерпеть и сохранить отношения, а что для них уже как бы непозволительно, вот, и дальше отношения продолжаться не могут. Ну, дело в том, что обычно об этом не договариваются заранее, да, хотя, может быть, и зря. Вот. Я не говорю, что надо обязательно сесть в начале отношений и на пальцах начать считать, что, там, я и ты можем делать то-то, то-то, то-то. Но я думаю, что хорошо, если обсуждаются такие вещи заранее, до того, как что-то из этого могло произойти. Почему и кто кого бросает? Не знаю. Да, по разным причинам люди расстаются. Я специально сказал, кто кого бросает, да, потому что в действительности женщины могут разрывать отношения мужчины. И, по-моему, даже статистики есть о том, что женщины чаще выступают инициаторами в разрыве отношений, но я не буду утверждать. Это, на самом деле, не очень важно, то есть не в том смысле, что кто-то виноват, а кто-то расхлебывает. Я думаю, что причин очень много разных. И дело не во внешности. Вот. Внешность, ну, в лучшем случае, где-то на десятых позициях она есть. Но обычно люди выбирают себе достаточно привлекательного партнера. Я подчеркиваю, да, достаточно привлекательного. Не идеального, потому что, если уж мы к этому подходим в какой-то степени допустимой, я думаю, да, как к такому экономическому вопросу выбор партнера, это же ведь не, мы же говорим не о юношеских историях, утрированных, да, из фильмов, когда бросаются друг к другу на, значит, в объятия, первая любовь, значит, мы созданы друг для друга на веки, вот, все это, да, не история про моего Джульетту, а история реальных людей. Вот. То, конечно, все партнеры выбирают, и это правильно. Вот. И выбирают обычно достаточно привлекательного. По разным параметрам. Вот. Причем внешность может быть не самым главным для конкретного выбирающего. Вот. Но обычно выбирают так, чтобы, ну, не худший вариант был, не худший. Вот. А дальше начинает играть вот такой баланс. Действительно ли? Во-первых, все ли я знаю про этого человека, или достаточно ли? Понятно, что в отношениях, когда заключают брак, или когда отношения становятся такими долгими, люди раскрываются друг перед другом сильнее, то выясняются всякие детали. Выясняются всякие детали. И оказывается, что при прочих плюсах есть минусы, о которых я раньше не знал или не знала. И это может сыграть такую важную очень роль, роковую, где-то. Я, значит, не знала, с кем я связалась, или я не знал, с кем я связал свою жизнь, называется. Не нравится, не бесит, не возмущает, но не привлекательны кажутся вот эта неестественность, когда очень много каких-то внешних вещей, которые направлены явно на привлечение внимания, они утрированы, и мне они внутренне не кажутся привлекательными. Дело не в том, что там, говорю, я вижу, что это так, и я вот, я против, да, я бука такая. Просто это не по мне. Мне нравится конфликтность, вот, но она мне нравится ни в ком. Я не сильно конфликтный человек, достаточно хорошо себя контролирую и жду от того, что, значит, окружающие меня люди смогут это делать. сейчас говорю не о конфликтности, то есть не шутки какие-то на грани где-то, да, такое возможно, и в компании это возможно, я понимаю, а скорее это... Вот есть не экранное слово, которое используется, да, оно не, значит, не не эдематическое это выражение, но не экранное, да, хабалистость это называется. Вот это мне не нравится, я не знаю, как это лучше оформить. Да, конфликтность, ну, такая крайняя, с некоторой такой демонстративностью, со стремлением победить в любом случае, да, с таким напором враждебным, да, вот это мне не нравится в женщинах. Универсальных способов нет. Иногда помогает остыть самому, вот, и не идти на эскалацию конфликта. Вот, не значит автоматом уступить, или как-то сказать, что всё, я сдался, вот, но не продолжать конфликтовать. Бывает полезно вернуться к этому с более холодной головой, может быть, через какое-то время. Меня, скорее, поддерживали, где-то успокаивали, и это было полезно. Вот, действительно, какое-то время мне нужно было, ну, поучиться и с девушками как-то общаться, не делая это общение сверхценным. Вот. И, значит, ну, в таком контексте компании немножко научиться общаться. Да, действительно, какое-то время было, что я этому учился. Я, ну, не то, что там какую-то школу такую проходил, но были старше меня люди, на которых я мог посмотреть всегда и, ну, так, или послушать их, где-то можно было и совет попросить, а где-то можно было просто посмотреть, как они себя ведут, и попробовать на себя примерить. Вот. Папа с мамой тоже были прекрасным примером. Вот. Правда, ну, ну, таких разных поколений мы люди, да, и старших братьев и сестер у меня не было, и нет, да, я единственный ребенок в семье. Мне очень помогали друзья. Вот. Значит, был и есть друг, который мой ровесник, и какие-то были переживания, связанные с неразделенной любовью. он был на моей стороне. Это было важно для меня, да, потому что я не чувствовал себя брошенным. Он как мог, он как-то подставлял свое плечо. Но, правда, до этого я его так выручал. Вот. И был хороший друг, который гораздо старше меня. Гораздо старше. На 12 лет. И, конечно, понаблюдать за ним, где-то его послушать, где-то спросить его, и не обязательно делать так, как он говорит, да, но его точку зрения, выслушать, для меня всегда было полезно. Ну, вредным советом, хотя я не помню, что мне его давали, но, может быть, вредным советом идея о том, что нужно все время быть напористым, решительным и таким активным, это не всегда правильно и хорошо, особенно когда речь идет о таких отношениях, продолжающихся, доминирующихся, да, таким быть. Одно дело, когда ты знакомишься, хотя и в этих случаях не всегда полезно первым проявлять инициативу и как-то рваться в бой, да, что вот я должен там завоевать, первым должен там все писать, звонить, и эти времена прошли. А уж в отношениях точно совершенно не нужно пытаться всегда доминировать. Есть ситуации, вот в наших отношениях, например, я не буду стесняться, скажу, у жены часто какие-то вещи, которые надо делать руками, получаются лучше, чем у меня, и это нормально. В других вопросах, каких социальных, хотя часто говорят, что женщины, например, ну, лучше налаживают отношения, и где-то я могу лучше это сделать, и с новыми людьми познакомиться, и мосты навести. Я считаю, что нет, вообще люди друг друга счастливыми не могут делать, вот, люди могут жить достаточно счастливой жизнью, наполненной, как там у Чиксит Михаила, в состоянии потока, много времени проводить, хотя невозможно все время быть счастливым, да, это тоже утопия. Вот есть другая сторона медали, да, попытка гнаться за счастьем, найти себе женщину, которая тебя будет делать счастливым, есть еду, которая тебе приносит счастье, ну, а жить-то ты когда будешь, да, выполнять обязанности будешь, нет? Я понимаю, что, например, сегодня я пойду читать лекцию, наверное, мне будет интересно где-то ближе к середине, но вначале я буду себя заставлять это делать, вначале, я какое-то время живу без этого, да, у меня сейчас достаточно разряженное расписание, я делаю другую работу, я там пишу статьи, готовлю разные материалы, я достаточно интровертированный человек, в принципе, это правда. Когда я прихожу в аудиторию, я смущаюсь первое время, а мне надо привыкнуть, так это усилие над собой, я не счастливый в это время человек, я привыкающий, приспосабливающийся, это нормально абсолютно, а про женщину, которая делает счастливого человека, там, мужчину, да, даже вот начал, видите, заговариваться, женщина, которая делает счастливого человека, или там, мужчину, который женщину должен счастливить, это все какое-то такое картонное, какое-то картонное. Во-первых, это отражает идею, что счастье – это статическое состояние такое, я нашел женщину, которая меня делает счастливым, это как какая-то вещь, да, дома, которая стоит и делает меня счастливым. Я считаю, очень важно найти такого своего человека, с которым тебе будет хорошо. Есть конфликты, всякие ситуации сложные, где тебе не будет хорошо. Но очень важно, чтобы были моменты, такие передышки, чтобы они были достаточно большими, где вам действительно хорошо вместе, где вы смотрите в одну сторону, совместные планы строите. Одни и те же вещи вам приносят удовольствие, занятия, например. И от этого ты становишься счастливым вместе с этой женщиной. Но не она делает тебя счастливым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok